Дорогие друзья, я хочу ответить на вопросы, потому что их уже накапливается достаточно много. И чтобы ответить на ваши вопросы, потому что не все смогут быть в понедельник, я так понимаю. И вопросы, к примеру, очень разные вопросы пришли. Знакомы ли вы с деятельностью Содружества малых православных братств и отца Георгия Кочеткова по переводу благослужебной литературы на современный русский язык? Как вы относитесь к Содружеству и к идее перевода? Я немного знаком с Содружеством, встречаю время от времени и встречал священнослужителей и прихожан православных, которые в этом Содружестве. И еще, когда я был священником традиционной православной церкви русской, то приезжал в Москву и имел общение. И с Георгием Чистяковым, уже покойным, и с Борисовым Александром, и с другими некоторыми священнослужителями. Начало 90-х это было. И в 95-м году, находясь уже в Брянской парке, я тоже приезжал в Москву на разговор и был, значит, как раз на служениях подобных. Но я лично за переводы текстов на понятный людям язык, безусловно. Больше того, и в тезисах нашей церкви вот есть обозначено, что служение должно быть понятным, понятным людям. На русском, на украинском, на любом другом языке. Чтобы оно было понятным, чтобы люди, приходя в храм, на служение, в церковь, чтобы они все понимали и назидались, наставлялись. Слава Богу за это. Честно говоря, отца Георгия Хочеткова я лично не знаю, но, значит, тех, кто возле него, я немного встречал и знаю. Значит, на мой взгляд, вот отец Георгий, ну, не хочу так заочно судить, может, неправильно. На мой взгляд, болезнь этих людей, по крайней мере, по Чистякову, я это знаю по Борисову, половинчатость реформ. Есть у Борисова вся эта потрясающая книга, правда, ее очень трудно достать, значит, книга «Побелевший Нивы. Размышления о русской православной церкви». Он ее издал еще в 93-м, наверное, году или 94-м, я не помню точно, в каком году. Издал, в 90-е годы еще издал. Очень хорошая книга. Он там, допустим, касается тем, таких очень важных тем, которых я касался на семинаре уже, кстати. Что вот сам культ Богородицы и умерших святых, он абсурден, он нелеп, вообще, это не христианский. Он по образу вот этих вот, он назвал это, отец Борис, назвал это, Александр Борисов, назвал это пережитком религиозного среднееколого миросозерцания вообще. Ну, молодец. Значит, но, к сожалению, отец Александр Борисов, издав очень хорошую книгу, где много очень важных тем он поднял, к сожалению, потом испугался, я так понимаю, я не хочу судить его, Бог ему судья, но он отрекся от своей книги. Из согласия автора сожгли фактически весь тираж, значит, его книги, только лишь немного разошлось экземпляров его этой книги. Я считаю, что вот так нельзя, шаг вперед, два шага назад. Я считаю, нельзя, рассказал ты А, говори и Б, значит, или лучше вообще не говори, потому что получится, что сама идея компрометируется, идея реформации. И вопрос еще есть, схожий вопрос. Отличается ли ваша духовная позиция от позиции Александра Мения? Продолжается ли учение Александра Мения? Сотрудничаете ли вы с продолжателями отца Александра Мения? Вот, в принципе, качатковцы, как называют их, это во многом продолжатели дела отца Александра Мения. А моя позиция духовная близка, конечно же, к позиции Александра Мения. Александр Мения, его можно назвать предтечей православной реформации вообще. Он погиб, его убили в 90-м году еще, он год не дожил до развала этого безбожного Советского Союза. И он закладывал основу для вот именно реформации. Каким образом? Указывая людям на Иисуса Христа. Главная книга его жизни «Сын человеческий» о личности самого Иисуса Христа. Это хорошо, это потрясающе на самом деле. Когда священник говорит о личности Иисуса Христа. Я в Израиле, в Америке, я встречал очень много православных, уже не совсем православных даже, тех евреев, тех неевреев, что пришли к Господу именно через Него. В одной из мессианских синагог, там в Назарете, вот как раз именно, я встречал пожилых евреев, которые пережили встречу с Богом именно через отца Александра Мения, через его служение там, в Подмосковье. В Америке тоже, кстати, в Вашингтон, в Сиэтле. Встречал еврейские семьи, которые сегодня служат Господу, значит, они были атеистами, но в советское время тогда они просвещали отца Александра эти общения, эти застолья за самоваром, и они получили тогда первое такое наставление вере и обратились к Богу, собственно, через вот этого священника. Слава Богу за это, считаю. На самом деле, слава Богу. Единственное, что, значит, по поводу соответствий и не соответствий позиций у отца Александра Мения были проблемы вероучительные определенные и духовные проблемы, потому что он являлся частью официальной православной церкви также, и поэтому он также молился Богородицей, святым, и оправдывал, это очень часто оправдывал. Его трагедия была, личная трагедия, когда умерла его мама, он это очень сильно переживал. Мама для него была всем, и воспитателем его, значит, и его, как бы, лидером в жизни. Знаете, но когда он потерял маму, он стал обращаться к ней, к мертвым, говорить с ней, и об этом он рассказывал не раз в своих выступлениях, что он закрывался в комнате и говорил с ней, с мертвой уже мамой, и потом, как бы, наплакавшись, обратившись к ней, он потом выходил из комнаты, и вскоре после этого приходили чудеса, он их связывал с ответами мамы на его молитву. Он верил, как вот, значит, Антоний Сурожский учил, тоже молиться к своим родственникам, благочестивым умершим родственникам, чтобы они просили пред Богом за нас, как бы, живых. Вот, и, к сожалению, как и Сурожский, Антоний, так и Александр Мень, они были в этом обольщении очень серьезном. Но, слава Богу, что, да, и еще обольщение было у Александра Менья очень серьезное, это суперэкуминизм. Знаете, есть экуминизм христианский, когда мы молимся на основании Слова Божьего, как Иисус говорил, осветив истину Твою, Слово Твое есть истина. Вот Иоанна 17, 17, да, легко запомнился этот текст. Он говорил о единстве, то есть экумина, единство, но единство не просто единство ради единства, а единство на основании определенном фундаменте Слова Божьего. Мы можем быть едины, на самом деле, и ищем единство, но единство в истине. К сожалению, есть понятие такое, как экуминизм не Божий, уже не библейский, суперэкуминизм. Кстати, у Александра Шевченко в Америке, я участвовал в такой программе, два лица экуминизма назвали мы эту программу, в позиции. И там, в этой программе, как раз об этом рассказываю более подробно. Можете посмотреть запись в видео, значит, и там этим и касаюсь. Суперэкуминизм это единство вообще, неважно, как верить, в кого верить, зачем верить, или вообще даже не верить. Будем просто едины. Но, знаете ли, это единство, это Вавилония новая, знаете ли, это неправда большая. Винегрет какой-то, знаете ли, смешает кучу наших и ваших. Но это не Божий план спасения, это не Божье единство. Это единство хуже любой войны, любой вражды. Потому что истинное единство только в Господе Иисусе Христе возможно. Когда основание одно у нас, Иисус Христос, и никто не может положить другого основания. Пытаются ставить другие основания, пытаются и очень часто делают эти основания, но это ложные основания. Одно основание есть, Иисус Христос. Поэтому, когда я прихожу в другие конфессии, я бываю в очень разных церквях, на самом деле, бываю в разных конфессиях. И бывает, что вероучительно я не могу, допустим, с многими вещами согласиться, которые есть в этой конфессии. Допустим, я проповедую и в католических костелах некоторых, ну, особенно харизматические католические костелы. На прошлую Пасху, допустим, я проводил служение, проповедовал в центральном костеле католическом города Николаева. Я проповедовал, меня пригласили как гостя. Но, знаете ли, я не одобряю их лжеучения многих очень католических, они это знают прекрасно. Но я говорил о том, что действительно собедняет сам Иисус Христос, указывая людям на Иисуса Христа. Если сегодня меня или завтра меня пригласят, допустим, проповедовать в каком-то храме православном здесь, в Курске, я с удовольствием приду. Я просто прибегу даже. Пожалуйста. Но я буду говорить о личности Иисуса Христа. Если меня спросят еще, то я скажу, да, я не буду таивать, что да, то, что вы молитесь Богородице, святым, это ересь. Но на Пасхане, на том служении я не говорил, там была и Богородица, и святые, но я указываю людям на Иисуса Христа. И я знаю, что в тот день, ну, ко многим католикам Господь постучался в сердце, это точно. Потом подходили, благодарили, и многие задумывались о личности Иисуса Христа. Что потопнуло вас выйти из православной церкви? Были попытки реформ с вашей стороны еще в православной церкви, когда были в православии? Но я и сейчас являюсь православным священнослужителем, или только православно-реформаторской церкви. А то был священником я традиционно такой, русской православной церкви. А что потопнуло выйти, если одним словом коротко, то Библия. Потому что именно это меня потопнуло выйти. В несоответствии вот той практике, то, что я делаю как священник, и я обязан был это делать, с тем, что написано в Писании. Вы знаете, один священник, даже не один, я в Москве многих там священников знал и знаю, и когда... Когда там было собрание духовенства московского, один священник рассказывал. Там были мощи какого-то святого, и все священники подходили, целовали. А я спрашиваю его, ну, я знаю, что он так уже библейский, мысли-то, многих вещах. Говорю, ну, что, ты тоже поцеловал мощи? Ну, а что поделаешь, говорит? Ну, я, говорит, фигу в кармане так, сложи так. Поцеловал. То есть, для всех он поцеловал мощи, но с фигой в кармане. Знаете, смудрил, съедрил, как это, Галилея у Галилеи. А все-таки она вертится, да, как бы, но... Знаете ли, все равно это неправильная позиция, считаю. Ну, я лично против этого. Фигой в кармане, знаете ли, дьявола не перехитришь. И вообще, это... Ну, такое лукавство, какое-то ненормальное. Вот, я лично за то, чтобы сделать выбор честный. И, конечно, священникам многим тяжело. Многие священники, ну, подавляющее большинство, приходят в семинарии, становятся священниками, потому что работать физически не хотят, значит, тяжелее кодилам, что не поднимешь, значит, значит, как бы, и... Знаете ли, это не мешки таскать, значит, там, значит, там, как бы, и, в общем-то... Нет, я не про всех говорю, конечно. Но подавляющее большинство приходят именно просто, ну, хорошо устраиваться в материальную жизнь. Как вот, кстати, интересно, об этом писал священник один, бывший традиционно, это, он, умер там. Янгус знаменитый, Янгус. В прошлом году удалось с ним побывать в Праге, но обычно пролетом только через Прагу, а это в самой Праге побывал. И на конференции, там, на служении, потрясающие служения были вообще. Вот, значит, и в Центрально-Адвентийской церкви города Праги, значит, и потом служения были вот в этом... Именно чешская вот эта церковь, гусицкая церковь, они называют ее. Там чаша у них нарисована, прям деревянный храм такой красивый. Там были служения. И знаете, что интересно? Вот, и были мы в этом зале, в этом храме, где капелла рождественская, вот эта часовня Рождества, где Янгус проповедовал когда-то. Она реставрирована, она восстановлена, как вот в те времена она выглядела. Фрески сохранились, там какие-то картины были нарисованы на ней в те времена еще. Все сохранилось, слава Богу. И это огромное здание такое, больше намного, чем вот ваш дом Олифинный. Значит, там тысячи людей вмещались вообще в то время. И Янгус, мы его знаем как реформатора, да, но он писал, что пошел работать священником не потому, что призвание такое, как бы от Бога было у него, а просто материально свою жизнь устраивать хорошо. У него были мотивы такие, как у тысяч других его, как бы, современников. Когда еще Пас Гусей, он там у себя в Гусинце, он видел, что для парня не дворянского происхождения, как бы, значит, перспектива такая не очень хорошая будущего, значит, физически не хотелось работать, значит, как бы, и деньги, чтобы зарабатывать. Как раньше в Союзе говорили, не хочешь работать, иди в милицию, значит, да? А если не хочешь работать, иди, значит, куда, значит, в церковь, в батюшку какую-то. Вот. Вот. И многие так вот поступают. Но, слава Богу, что Янгус, став священником уже, там, в Праге, в Экаполе Рождества, он пережил, читая Библию, изучая Слово Божие, да, он пережил встречу с Богом. И за Евангелие, за Слово Божие даже свою жизнь отдал, когда ему предлагали отречься, он сохранил веру. Знаете, потрясающе. Значит, дьявол думал, это очередной сорняк на огороде Царства Божьего. А, знаете ли, а Бог почему оставляет все расти до последнего времени? Потому что он ждет, он дает шанс всем покаяться. В общем, он хочет, чтобы все люди спаслись. Дает шанс даже самому последнему сорняку на огороде Царства Божьего перерасти, стать злаком. Слава Иисусу! Бог дает всем возможность покаяться, слава Богу! И поэтому, вот, а то, что с моей стороны были ли попытки реформации внутри, там, русской православной церкви, это, ну, не назовешь попытками реформации, но были некоторые, да. Вот, я использовал в материалах, допустим, перевода Кочеткова издания, да, Сергея Сергеевича Веренцева, эти наработки, с благоставения архиепископа Таташки Мельфи Седека, я использовал, русифицированные некоторые тексты, то есть, чтобы служение было понятным, но не все, не всю литургия, не все, все наш наблюдение, конечно же, фрагменты только. Плюс еще, читая на славянском языке тексты, писания, я их тут же зачитывал на русском языке, кстати, потрясающе. Я, знаете, что сделал? Взял сборник, которым вы пользуетесь, песнь Возрождения, а там такие песни есть хорошие вообще, знаете, мне так понравились. Я взял их, переписал, вот так вот, ну, по-моему, копий, и раздал своим бабушкам. И говорю, бабушке, вы учите, потом будем репетировать, и после служения будем петь вот эти песни. Вот, бабушки собираются и говорят мне, одна из них говорит, она чуть не плачет, батюшка, где вы такие хорошие песни нашли вообще? Такие хорошие, такие слова вообще вот. Я думаю, бабушки, если бы вы знали, где я их взял, порвали бы меня на части, вот, но бабушки пели, умилялись, знаете, вот так еще. А я когда первый раз был у писятников, это вообще в Сураже, Брянской области, на собрание попал, прямо вот в середину собрания, там и как раз первое, что я услышал, пение, это было как раз вот «Любовь Христа». «Любовь Христа безмерно велика». Потрясающая песня, знаете, вот вчера пели, мне так умилительно, знаете, так нравится, эта песня, песня о самом важном, о самом главном, знаете, вот, и я тоже ее там написал, бабушки пели мои в приходе ее, так что это была тоже информация, как бы такая, можно так выразиться. Да, слава Богу, да, им так очень понравилось все это вообще, эти песни понравились, «Славьте Бога», «Славьте песнопениях», там еще какие-то песни, мы это все пели у себя в храме, так что мы были такими писятниками, частично, вот, значит, но, кстати, некоторые люди тогда вот, прихожане мои, которые тогда вот, они пошли дальше, когда я ушел, они сейчас в протестантских церквях, в евангеских церквях там, и, вы знаете, я столкнулся с тем, что, будучи священником, на приходе я не могу систему поменять, я обязан играть по правилам определенным, которые оговорены уже, ты не можешь изменить эту ситуацию, выход был лишь один, просто покинуть традиционную православную церковь, конечно, было очень тяжело это, это, знаете, как прыгать в парашют на первый раз, и ночью, и знаешь вообще, что откроется, не откроется, и вообще, больше неизвестных, чем известных перед тобой, но отец наш Авраам сделал это, знаете ли, и верующие настоящее это делают, всю историю человечества, слава Богу, если с Богом, то это уже не риск, это уже вера. Кстати, интересно, Сергей, расскажите, откуда возникла традиция целовать уроку священника, батюшка, можете поцеловать, в принципе, шутка. Не, вообще, я не даю, хотя некоторые товарищи есть такие несознательные, которые хотят поцеловать руку, там, порой приходится уворачиваться, как бы, да, поэтому вот, есть много опасностей для человека в рясе, а, кстати, одна из них, это вот, ну, как бы, вот, стать приметом такого почитания, такого ненормального, считаю. Вот, и традиция, это средневековая традиция, пришла нас еще с этих византийских времен еще в православную традицию, и в Рим католическую тоже традиционно пришла со временем, на Западе, там, мы даже туфлю этого Папы Римского целовали, значит, там, вот, это все не христианство, конечно, это все, вот это, знаете, вот, такое неправильное почтение к старшим, это неправильное почтение к служителям церкви, это человеку угодническое, это человеку, это почтение самого человека, это неправильно, это, знаете ли, падать ниц, к сожалению, протестантские пастыри, особенно харизматические церкви, вот, в Украине, в России не так, а в Украине очень многие грешат этим грехом, их прихожане порой в ноги к ним бухают, и они ничего не говорят, нормально, упал, значит, клонился. Апостолы говорили, встань, я тоже человек, то есть, они понимали, что это ненормально, что так не должно быть, вот, но, к сожалению, люди падки на эти вещи, но идолопоклонство, оно в природе человеческой, поэтому просто-напросто, если этого не, если истины не учить церковь, то заблуждения церковь сама собой нахватается. Знаете, церковники мы специально на огороде не сажаем, они сами с собой растут, если только проболкой не занимайся, махни рукой, запусти огород, ничего не сажай хорошего, церковники сами с собой вырастут, поэтому, чтобы в церкви были заблуждения, нужно просто ничего не делать, все, и они сами с собой вырастут. А чтобы хорошее вырасти, нужно труд приложить, то же самое, как ребенка воспитывать, да? Дурному научить его не надо много ума, просто впустив все на самотек, он сам с собой нахватается, потом он еще за голову схватился, а потом он все взял уже. Вот, значит, а чему-то хорошему приучить, нужно всегда труд приложить, какой-то поделенный. Молились ли первые христиане Иисусу, или как они молились Богу? А, вот. Когда пришло Трое Божие, Бога Христа и Духа Святого? Есть ли в еврейских писаниях подтверждение? Вообще, это, видимо, неправильно составленная даже записка. Вообще, есть, я встречал братьев-единственников, общался с ними, может быть, из этого числа записка, я не знаю. Дело в том, что вера в Отца и Сына и Святого Духа библейски обоснованная. Это сейчас не тема моего семинара, но, думаю, большинство из вас с этим уже сталкивались, с этими вопросами. Среди христиан много ходит сейчас разных таких мнений, разных учений. И в том числе, отрицание божественности Иисуса Христа. Это есть сегодня в христианстве, к сожалению. В интернете рассылки такие получают регулярные. Там подписывается никто, какой-то пророк, еще какой-то апостол. Даже если бы апостол, даже если бы пророк, даже если это ангел с неба будет такие вещи говорить. Я не принимаю ни послания эти, ни от ангелов, ни от апостолов, ни от пророков. Потому что есть, вернее, еще пророческое слово. И я его принимаю, это Божье слово. И оно мне говорит истину. Но кто не слушает нас, и он говорит, тот не от Бога говорит. Потому что мы узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Не всякому духу вертся. А Иисуса, как Господа, всегда христиане знали. Потому что это библейское откровение, библейское учение. Но другое дело, что в истории христианства были такие лжеучения, которые отрицали божественность Христа. Были и есть сейчас тоже такие, к сожалению, лжеучения. Допустим, вот в древности, вот в те далекие-далекие времена были, допустим, арианское учение такое. Некто Арий из Африки тоже учил, что Иисус якобы не Бог там, значит, он как бы пророк, но это лжеучение. Вот, это не христианское учение. Кстати, очень соблазнительно, конечно, но Иисус, во-первых, Он сам о себе сказал, что прежде, чем был Авраам, он уже был уже. И Он сказал, что от века сущий, как и говорю вам. И еще написано, и Отец, и Слово, и Святой Дух, и Иисус, и Три, Едино. И еще, в самой Евангелии от Иоанна начинается с этими словами. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И если за меня умер Бог, если божеская кровь, не просто даже человеческая, а божеская кровь за меня была пролита, я знаю, это гарантия моего вечного спасения. Только лишь это моя гарантия вечного спасения. Это не просто очередная жертва. Нет, это единственная и неповторимая жертва. И поэтому Он однажды и навсегда приобрел искупление вечное. Слава Иисусу Господу. Как православная церковь относится к тому, что до сих пор священники армян и греков воюют, кто первый вынесет огонь. Ой, это ужасно, конечно. Я думаю, многие из вас видели это по телевидению, где-то там в интернете. Очень стыдно, честно говоря, даже смотреть такие кадры очень стыдно. Когда священники в рясах, значит, там, с крестами, значит, там, вроде вид такой благочестивый, знаете, хоть иконы пиши с них. Вроде бы такие умильные такие лица. И вдруг в какое-то мгновение, о, как раз, преобразуется. Такая свирепость, такая ненависть. Значит, там, как бы, знаете, вот как бы, вот как будто бы чешуя какая-то спадает, значит, и они вот являются, какие есть. Вот, и решают биться. И все это перед экранами, все это перед кинокамерами, знаете ли, это считаю не просто недостойное поведение, это на самом деле вот сущность религии без Иисуса Христа в центре внимания. Потому что если бы Христос был бы в сердцах этих священников, бились ли они бы вообще друг с другом? Никогда бы они бились, абсолютно нет. Вот. Но то, что они бьются, чем бьют другого человека, это самое говорит о том, что нет Христа в их сердцах. Кресты на них, да, но Христа самого нет внутри них, в их сердцах. Кстати, по поводу огня, еще, сестрички тоже подходили ко мне, вот, значит, брат спрашивает уже. По поводу огня, друзья, сразу скажу, что это большая ложь. Ложь от дьявола. По поводу этого огня. Во-первых, когда я священником служил в традиционной православной церкви, я, значит, интересовался этим, конечно же, интересовался, потому что, ну, все говорят, знаете ли, об этом, по телевизору говорят. Об этом очень, в телевизор вообще, вот, наши современники очень сильно верят. Многие христиане больше верят, чем Богу вообще даже. Вот, значит, в Библии могут читать много раз одно и то же, но скажут по телевизору, они скажут, это аминь. Это точно так и есть. Вообще, настолько сильная вера у них такая вот. Но, опять-таки, по телевизору сейчас одно скажут, завтра другое скажут, потом пятое, потом десятое скажут, и что всякому веришь в Слово. Вот, нужно себя приучать верить не телевизору, а верить Богу, верить в Слово Божьему. И, а то, что по телевизору говорят, что, мол, огонь сходит на Пасху, я тоже берем к этому раньше. А потом, знаете ли, со священниками я разговаривал, в начале Брянской епархии, допустим, других епархий, московских, которые летают туда, в Иерусалим, на Пасху. Ну, и я спрашивал, как, по-свойски, я еще сам был священником традиционной церкви, ну, как там, огонь, как там, ну, так вот. Ну, кто-то был не очень трезвый, кто-то был там, значит, трезвый, но, знаете ли, ну, признать, что король буллы, как бы, ну, не решались, особенно братья-то эти. Но я понимал, что другие там, разговаривал тоже с людьми, которые там сопровождали огонь, как бы, этот, значит, на самолете, все. Ну, и как сопровождали? Так вот. Отмечали все это так, что и погас этот огонь, а потом уже, вот уже аэропорт, уже Москва, уже быстрее раз зажигал, мы зажигаем, все, вроде бы, значит, вот это как бы священный огонь. А там встречают там кинокамеры, значит, все там, ковровые дорожки, значит, делегация, огонь привезли с Иерусалима, значит, вот. Все это большая, это власть, большая афера. Вот, но проблема в том, что простые люди страдают, потому что дезинформация идет, люди дезинформируют. Люди свою веру строят на телевидении, люди свою веру строят на таких вот вообще абсурдных вещах. Вот. И знаете ли, что, друзья, я даже так говорил многим священникам и прихожанам особенно, прихожанам православного, даже если бы огонь исходил бы действительно в физический огонь. Откуда это учение? Вообще, откуда, вернее, это чудо? От Бога или от дьявола? Не от Бога точно. Почему? Потому что Божьи чудеса в Библии, можно это перепроверить, Божьи чудеса, они всегда Бога проставляют, они не человека проставляют, они проставляют не творение рук человека, не что-то еще, а самому Богу проставляют. А это чудо, оно Бога не проставляет. Оно проставляет людей, проставляет конфессию, повод гордости такой, значит, что, мол, это, мол, вот у нас, а у нас, а у нас, а из нашего окна там, и все. Вот, значит, знаете ли, что, но Кураев Андрея я уже вспоминал сегодня, вспомню еще раз, значит, я его зауважал, даже вот последние эти годы зауважал, знаете, почему? Потому что он первым в русской церкви православной не постеснялся это чудо разоблачить. Молодец, слава Богу, вот, вот дай Боже, чтобы вот Диакон Андрей дальше пошел по такому пути и пригнул в ряды обновлений честного православного, знаете ли, такие люди нам нужны, значит, и как он поработал раньше на дьявола, сегодня пусть на Господу Богу поработает сегодня, слава Иисусу. Вот, и его бы энергия, да и мирное русло, было бы очень хорошо. И вот, а что он не постеснялся разоблачить, что такого огня никогда и не было, сверхъестественного огня имеется в виду. Вот, и я, кстати, с армянскими священниками разговаривал на эту тему, значит, с некоторыми по переписке, вначале, потом лично общаясь уже в Ереване, в Эчмейдзине, общаясь, значит, в самой Армении. Знаете, они признают, да, это большой обман, и не знаем, что с этим делать вообще, потому что людей дезинформируют вообще, население дезинформирует. И патриарх Иерусалимский, о котором наш русский телеящик сообщает, что якобы он каждый год принимает там сверхъестественно огонь, якобы его там обыскивают, значит, якобы там, значит, он там в этом шоу представлений участвует, и он принимает огонь, якобы. Вот, он вынужден был обратиться к русским туристам, как бы ее паломникам, с тем словом, что такого огня вообще никогда не было вообще в истории. Не только нет сейчас, никогда не было в истории вообще Иерусалима. Сверхъестественного на Пасху появления благодатного или какого-то еще другого огня. Это все дезинформация населения. Притом, еще в середине 80-х годов подобные слухи были, разговоры были, среди некоторых невежественных прихожан. Вот, но священники, это Орловские, я помню, тогда Орловско-Брянская епархия, они запрещали подобных разговоров в храмах вообще. Это, говорили, это суеверие, это ложь. Но, к сожалению, КГБ СССР совместно с структурами Русской Православной Церкви как раз именно в 80-е годы, по сути, разработал такой какой-то проект, получается. Точно я не знаю подробности этого проекта, но, по сути, могу догадываться, что дезинформация населения началась, что якобы там огонь сводит на Пасху. Сегодня миллионы людей свою веру основывают на вот подобных сказках. И, я думаю, это для чего-то нужно вообще. А для чего нужно? Сегодня президенту снова Путин, Владимир, и он говорил это в первых два срока своего президентства, что его главная идея, его план как бы максимум, это восстановление Советского Союза. Это его идея главная. Он об этом говорил много раз. На моей памяти там раз пять это точно говорил. Вот, и больше того, в первых два своего президентства он говорил, что главное, с его точки зрения, главная геополитическая трагедия 20-го столетия это развал Советского Союза. И своей мечтой он видел именно возрождение этого Союза. Только в еще больших масштабах, в еще большей мощи и силе и прочее, прочее, прочее. Пока он идет к этому очень уверенно, довольно. Вот, и в этом нынешнем уже президентстве, третьем сроке, он, в принципе, довершает работу, начанную тогда. И, в общем-то, не за горами возрождения бывшего Советского Союза. Притом, в еще большей масштабе, чем это было тогда. Вот, если Бог не разрушит эти безбожные планы, то и они состоятся, то в ближайшие годы мы увидим с вами очень страшную деспотию. Так что, сталинизм и гитлеризм будут просто-напросто детскими разговорами просто, детскими, значит, слухами какими-то. Потому что то, что сегодня происходит, подготовка, КГБ взялась у него власть невероятную. То, что Сталин не имел даже в 30-е годы сегодня, существует это. Вот, и благодаря, значит, политике чипирования, которая сегодня уже навязывается населению, благодаря многим другим этим разработкам спецслужб, сегодня идет, в принципе, семимильными шагами к построению огромнейшего концлагеря, по сути, самого электронного такого концлагеря. Значит, и это будет намного более зверская система, чем было в Советском Союзе или фашистской Германии. По самым даже приблизительным, значит, взглядам. Хотя все в руках Божьих, и сердце царя, но в руке Бога. Я надеюсь очень на то, что, может быть, завтра, послезавтра Путин надумается и встанет со слезами на глазах «Бог, прости меня, пожалуйста». Я отказываю отрекать вот этих планов своих. Вот, и все возможно. Если люди будут каяться, Бог может отодвинуть время и еще даст нам покаяние, дать нам еще время благодати, дать нам, потому что Бог хочет всех спасти вообще. Вот, и Он хочет спасти того же Путина, всех-всех остальных людей. И начинает президент, а заканчивая последним бомжом на этой земле. Он хочет всех спасти абсолютно. Вот, но сегодня идет процесс возрождения Союза. А Советский Союз, он цементирующим началом имеет атеизм. Поэтому без атеизма невозможно будет построить снова эту систему, колоссально огромнейшую систему. Православие сейчас используется как имена цементирующие, где-то начало, но уже, думаю, многим из вас становится видно, уже понятно, что православие уходит сегодня уже чуть в сторону. Потому что с сегодняшним кавиллевским политиком уже православие уже не по дороге. Сегодня необходим будет снова атеизм, атеистическая идеология. И как сделать в кратчайшие сроки расцерковливание самых широких масс населения. Как сегодня сделать то, что большевики сделали за много лет, допустим, за 5, примерно 6 лет при Ленине и Сталине через атеистическую пропагандную агитацию в кратчайшие сроки. С помощью телевидения, с помощью СМИ можно сделать сегодня то, что Ленин сделал за несколько лет, расцерковливание масс, отвратить их от церкви. Сегодня можно сделать за несколько дней это все буквально. Значит, просто-напросто показать факты. Многие жизни негодные священнослужители этого хоть отбавляем, во-первых. Сегодня уже об этом больше и больше говорится. Но на закуску будет, конечно же, вот разоблачение ложных чудес определенных, чтобы отвратить людей от церкви. И чтобы десятки миллионов православных, сто от православия отойти, как было в Советском Союзе. Нужно просто разоблачить то же самое, допустим, вот это чудо, придуманное же чудо, имя же спецслужбам придуманное чудо, якобы схождение благодатного огня. Все это чудо держится лишь на СМИ, на российских СМИ, на дезинформации. Я разговаривал с православными в разных странах мира. В Западной Европе, в Америке, в Австралии. Разговаривал с разными православными. Никто в мире православным не верит в это благодатного огня, кроме бывшего Советского Союза. Нигде больше этой веры не существует вообще. Ни в самом Иерусалиме, ни где-то еще в мире вообще. Только лишь русские паломники-туристы удивляют Иерусалим, удивляют священников местных верой в сверхъестественность огня. Знаете ли, это какая-то чумба-юмба, как будто бы прилетела она и верит в вызывателя огня. Шаманов каких-то, значит. Это большой позор, считаю. Но самый большой позор не тем туристам и паломникам. Самый большой позор священникам, которые молчат, которые знают правду, но лгут, или же своим молчаливостью своей просто поддерживают вот эту дезинформацию. Сегодня разоблачение так называемого благодатного огня в интересах самой же православной церкви. Потому что сегодня, если мы это не сделаем, завтра сделают за нас это коммунисты, сделают это Путин и прочие коммунисты, все остальные чекисты. И будет, православный же хуже будет же. Нам же будет хуже всем это. И вообще всем христианам. Кстати, интересно. Молодежи пробывают мозги религиозной, православной молодежи. С священником будущим. В семинарии в Киеве, Киево-Печерской лавры. Мы общались с семинаристами, я и группа студентов наших, мы общались с семинаристами первого класса семинария. И один из них говорит, он лидер как в этом, в этом классе, он говорит, что вот наша вера истинная, потому что у покойники не гниют, у нас там мощи бежат, у нас еще там на Пасху в Иерусалиме огонь сходит. Представляете, он считает, как будущий без пяти минут священник православный, он считает, что его вера истинная, потому что люди не сгнили, некоторые столетия бежат их трупы, частично или полностью, потому что где-то там в Иерусалиме огонь сходит. Представляете, на чем основывает свою веру это священие? И чему он может учить прихожан? Конечно же, такому же мракобесию. Такому мракобесию он сам научил, и такому же мракобесию он что имеет, то и дает, есть библейский принцип. Сегодня нужно переучивать священников, безусловно. Но самое главное в чем? Что проблема, что большинство, подавляющее большинство священников, не понимают вообще библейского пути спасения. Как спастись? В чем путь спасения? Спасен ли ты сам? Они, священники, как правило, сами не знают ответов на эти вопросы, и они не способны дать ответ разумительным своим прихожанам. Есть сейчас священники, конечно же, их становится все больше, слава Богу, которые знают путь спасения, пережили что-то в своей жизни. Но в процентном отношении это ничтожный процент по сравнению с общей массой, серой массой паразитов, просто-напросто врясов с пристами на груди, которые... Говорю так, что... Почему говорю так? Потому что человек, который не уверен в своем спасении, не знает путь спасения, не может его понятно объяснить, он не имеет параллельного права, не то, что мряс удевать, выходить за кафедру вперед, иначе получается клоунада религиозная. Просто превращается в клоуна, который реально, как вот Николай Васильевич Гоголь писал, литургии превращается в хорошо отрепетированное театральное действие. Вот театр, превращается в театр. И, конечно же, это весьма плачевно. Сегодня необходимо из театра снова стать церковью Иисуса Христа. Церковью Божьей. Аминь. Вы только что почунули ваше слово, что Иисус никак по внешности не отличался от внешности. Тогда как вы объясните, почему у вас такой стиль одежды? А, хороший вопрос. Честно говоря, я не люблю ходить в длинных одеждах уже. Раньше любил, честно говоря, любил, было такое. Теперь не люблю. Теперь ношу только это ради вас и ради наших дорогих зрителей. Значит, тоже некоторое театр, элемент театра, конечно. Честно говоря, я рясу с большим удовольствием снимаю и хочу снять вообще ее. Но Бог призвал сейчас к такому служению, внести это служение. Я очень хочу, что наши люди многие по одежке встречают. И даже вот это видео, почему я умышленно одеваю рясу, хотя я понимаю, что у вас я могу быть без ряс, и вы меня прекрасно поняли бы все. Потому что вы не выделяетесь, ваши пастыри не выделяются такими одеждами вообще. Я здесь не даю, чтобы выделиться из толпы, чтобы не показать, что вся выше вас абсолютно нет. Не мистерам все знают, нет. Чтобы это послужить людям. Хотя с другой стороны, конечно, это палка двух концов. Сегодня один батюшка до скажет, завтра другой скажет другую батюшку. Однажды в поезде я проповедовал там в вагоне людям. Одна женщина так говорит, батюшка, а почему вы так говорите, все понятно? Наш батюшка говорит, ничего не понятно вообще. Я говорю, знаете, женщина, раньше я тоже был таким батюшкой, который говорил, ничего не понятно. Я говорю, молитесь за вашего батюшку, чтобы он покаялся, чтобы он уверовал по-настоящему, не по-нарожному. Знаете, как вот написано в шестой главе Деяния, помните? И многие священников покорились вере. Нужно не просто быть там батюшкой или что, а покориться вере. А вообще-то Иисус говорил, остерегайтесь тех, которые любят один длинных одежды. Это серьезно. Да, вы-то смеетесь, но... Это серьезное слово. И великий украинский, такой реформатор, я считаю, реформатор Григорий Савич Сковорода, когда-то он писал такие стихи интересные, на русском они примерно так звучат, что Ориаса, как мало кого ты сделала святым, и как много святых ты сделала не святыми. Примерно так. На Холодной горе в Харькове, проживая последние годы жизни, он получал приглашение и от императрицы всероссийской, вежливо очень отказавшись, значит, и из Киевы, Печерской Лавры. И написали отцы Печерские, что приезжайте ему, Григорий Савич, в Лавру Великую, будете столпом веры. И, ну, как бы, знаете ли, дух религии такой лещаный, лестивый. Ну, и польстили ему, как бы, мол, человек уже не молодой, уже, как бы, уже остепенился, и, как бы, последние годы, как в сыр-масках провести, как бы, значит, ну, при должности, при погонах-реганиях в рясе шелковой. Знаете, что интересно, Григорий Савич молодец, он за словом в карман не лез. Он, значит, написал примерно так. Довольно вас, столпов окаянных, в этой Вавилоне Великой. Да, был острый на язык человека, конечно. Ну, молодец. Он, правда, матку резал, что называется. Вот, значит, и, ну, они ничего не могли сделать, потому что человек был уже, как бы, уже, ну, все, последние годы жизни живет, как бы, уже много чего видел в жизни, как бы, уже его так на испуг не возьмешь и прочее. Вот, значит, как бы, и человек был вне системы. Человек любил Бога, любил людей, и не хотел быть частью вот этой религиозно-мафиозной, коррупированной структуры, которая избегала всю свою жизнь. Мир его искал, и религиозная структура тоже его гоняла за ним, но не догнала его, и не поймала его, слава Богу. Так вот, еще вопрос. Как вы относитесь... А, это уже было, по-моему. Нет, как вы относитесь к изображению на полотнище? Плащаницы. А, на плащанице. Якобы это изображение исследовали ФСБ, эта информация была несколько лет в газете. И еще, когда и откуда появились все атрибуты одежды православных служителей? Ага, ну это не такая простая вторая... Вообще, по полу плащаницы, я читал как и подтверждение, так и опровержение. Одни пишут, да, это плащаница времена Иисуса Христа, а другие говорят, нет. Друзья, я обычно говорю христианам, даже если это плащаница первого столетия, и даже если это плащаница самого Иисуса Христа, это не повод ей поклоняться. Это не повод ее целовать, пред ней присмыкаться, пред ней на колени становиться и что-то еще делать. Нет, ни в коем разе. Знаете, мне очень печально было в Израиле, я был один раз только, но и хорошие впечатления об Израиле, и в то же самое время такие нехорошие тоже, и того и того много впечатлений было. Знаете, от поездки, нехорошие самые впечатления о поездке в Израиль были как раз от христиан. Самое интересное, от массовых этих просто паломничеств христианских вообще. Представляете, нас приводят, ну, там на каждом углу камни все священные. Здесь там облагательность Иисус Христос, там Он присел, там, значит, Мария, значит, с Иисусом присела, там, значит, там что-то совершилось, везде, вот куда ни глянь, везде такие вывески, везде такие предложения, пожалуйста, поцелуй, там, значит, там, значит, предложись, значит, все, значит, везде, и везде бизнес, люди живут на этом всем, пожалуйста, в любую лавку заходишь, там тебе что угодно могут продать вообще. И, допустим, там, я был с группой пастырей, там были священнослужители, пастыры протестантские, и один был в Рясе вообще. Но я принципиально был все дни в Рясе, всю неделю, так интересно было, всякое было. И, значит, и в одном храме нам показывают, вот этот камень, говорит, искусствовод, на нем, как бы, Иисус Христос преломил хлеб и рыбки, и хлебы умножились. И вот этот камень дает с тех пор, как бы, преуспевание, благословение, как бы, значит, во всех сферах, там, умножение финансов, там, значит, там, ума, там, что хочешь вообще, умножай, приумножай. Вот. Толпа туда как ломанулась, с ног сбивают друг друга вообще. Не знаю, что нам не хотят умножать. Один пастор был с нами, харизмат. У него там пищевая церковь, он хочет еще умножения, видимо. Он, как возлёк на этот камень, возлёк и трёт. Смотрите, как поросённый, трётся. Я в селе видел такой, как поросённый, трётся. А глаза закатываю от удовольствия. Вот так же. Такой здоровый брат такой, значит, как бы пастор большой церкви, как бы, значит, и он туда же. И трётся, трётся, значит, и потом, значит, на камень и так, и на себя вот так вот всё это умножение, как бы. Вот. Потом ещё там другие братья. Вот. И я говорю, протестанты, чудят, не меньше, чем православные. Вот. А из курсового у нас была Марина Воробьёва, из старых шустианистов, ну, такая интересная девушка такая. Значит, и она, значит, меня спрашивает как-то, батюшка, можно, типа, я вижу, какой-то батюшка, но какой-то странный батюшка. Обычно батюшка в первых рядах. Как только, значит, там свистнешь, там где-то там, вот эта там святыня, батюшки первыми всегда. А вы, как-то, как-то интереса никакого у вас это не вызывает вообще. Ну, как-то там смотрите, вы знаете, что-то, не прикладываетесь, значит. Я говорю, знаете, Марина, я говорю, я, говорю, другой ориентации, говорю. Я говорю, что-то, духовный, говорю. Раньше, говорю, если раньше мне предложили бы, вы там, поцеловать, там, все, я бы в первых годах тоже бежал. Но, знаете ли, я уже дохлебался от этого в своей жизни уже. Мне это теперь уже, я вообще, меня это не заводит никак, не интересно вообще даже, абсолютно. Вот, если там эти, кого-то за... И, конечно, знаете, вот, не то, чтобы я там, значит, на своем молоке обжегся, на чужую воду теперь дую, да? Но, все-таки, хочется предупредить, что даже в таких поездках не следует вот так вот поступать. Такие, это не христианские, это не христианство вообще. Это демонстрация нашего язычества какого-то, это мракобейство какого-то религиозного. И, не важно, там, ты кто там, протестант или католик, или православный, если ты поступаешь таким образом, ну, это просто, это свинство, это не христианство. Потому что, вот, тест на то, плотские ли мы или нет, вот, внесите сюда вещи лично Иисуса Христа. Если у кого-то что-то дровнет и желание будет поклониться, значит, это еще плотское еще. Еще это нужно воровать, просто с корнем воровать, просто с корнем воровать. Вот, если есть желание поклониться, поцеловать это все, это значит, еще вот эта зараза сидит внутри нас, надо ее просто вырвать. Эту пуховину отрезать и не принимать. Почему? Потому что Бог ищет поклонников, которые поклонялись бы в духе и в истине. Знаете, в Украине, в Киеве у нас там один брат есть, но он не в нашей церкви, но он у нас бывает в гостях. Он сам в западной Украине, он, значит, у него бизнес был в начале 90-х, там, украинский, итальянский бизнес. И у них офис в Италии был в Риме, прямо вот напротив Ватикана, через дорогу. И он, как, воспитан был в католической семье, карикатолической семье, религиозной семье. И он был спонсором, получается, там, батюшкам, там, чемоданами, там, наличку приносил, одним словом. Значит, и его там усекли, там, значит, приметили, что такой-то ревностный такой, как бы, спонсор. И его приглашали, там, кардинала какой-то приглашал, значит, там, чутник Папе Римскому туда, значит, другие спонсоры, другие там жертвователи. Их приглашали, святыни всякие показывали, которые другим католикам только лишь раз, там, несколько лет можно увидеться, и то со стороны. А это прямо так вот провели их туда показания в эти святыни. Он тогда в это все верил. А потом, говорит, идем по такому костелу, а там костел, как мусткамера Петровская. Ребра таких-то святых, позвоночники таких-то святых, зубы таких-то святых. Идем, и час от часу не легче. Чего только нету вообще, знаете, вот, чем дальше, тем страшнее. А в самом конце, в золотом ворце лежит, не поверите, обрезание Иисуса Христа. И здесь его стало воротить. И он понял, знаете, вот, хотел было религиозным человеком, но до него дошло, что дурит нашим братом. И он, значит, он спросил этого, значит, руководителя, там, священнослужителя, итальянца, а в чем дело, ну, как это, к этому относиться вообще, нормально ли это, поклоняться этому всему. Вот, значит, и тот сказал, ну, это вопрос веры. Если верите, поклоняйтесь. Если верите, ну, как бы это ваше дело, не надо поклоняться. И знаете ли, слава Богу, когда он приехал в Киев уже к себе, он уже перестал этими всеми вещами заниматься. И нашел нормальных христиан, которые Библию читают, которые изучают Слово Божие, хотят и в своей жизни исполнять это Слово. И Иисус, как говорил, не знаете, значит, чему кланяйтесь. Потому что спасение от иудеев, знаете, вот эти все языческие мерзости, которые практикуются в христианстве, это большая мерзость вообще. Вот, и сегодня из истории христианства я некоторые вещи рассказал. В понедельник я буду продолжать, у нас еще есть немного времени. Я хочу пару слов еще о том, что вот в эти века происходило. Вчера я упомянул некоторые вещи, о которых хотел бы сейчас еще обмолвиться, немного совсем. Кроме многобожьей идолопоклонства, еще проблема антисемитизма в то же самое время пришла. И проблема связана с религиозным оккультизмом. Они шли параллельно. Антисемитизм, ненависть к еврейскому народу. Но это не просто, это христианативно, так говорят, ненависть к еврейскому народу. Дело гораздо сложнее все. Дело в том, что есть такая теория, теория замещения. Теория замещения, она не только там в правоставии, она и в католицизме, она и во многих протестантских церквях существует. Теория такая, но ложная теория, сразу подтверждаю. Что якобы Бог любил свой еврейский народ, а потом однажды взял и разлюбил. И полюбил другую церковь христианскую. Которая стала вместо, как бы, Израиля. На его место. А Израиль, все. Развод, как говорится, и забыли. Вот, но, знаете ли что, если Бог, он однажды нарушил свое слово, стоит ли доверять такому Богу вообще в будущем? Нет. Такому Богу нельзя доверять. Если этот Бог он солгал однажды, он соврет еще раз. Будьте уверены. Если он обманул, вокруг пальца обвел евреев, знаете ли, перехитрил их, он, тем более не евреев, кинет запросто так, запросто. Завтра откажутся от всех украинцев, русских и прочих, скажут, извините, между нами все кончено, вы мне достали уже. Избирают других, допустим, буддистов. Вот они букашку, таракашку любят. Значит, там как вегетарианцы такие, до мозг костей и прочее. Вот, значит, и, знаете ли, Бог найдет там третий, пятый, а потом концентрировал, скажет, а, земля это вообще на горе, она все. Значит, и вот я найду себе на альфа-центавра, нормально все там этих гуманоидов. Вот с ними проведу вечность, как бы, и все. Но Божье Слово, оно пребывает вовек. И Божье обетование, они вечное обетование. В отличие от человека, порой неверного, Бог остается верным своему Слову. И, знаете ли, это великая вещь, величайшая, что можно представить себе вообще. Когда, допустим, священнослужители, мы консультируем, допустим, пары, которые хотят развестись. Если хотя бы один из этих, ну, спорящих между собой, да, мужчин и женщин спорят, если хотя бы один из них, он готов бороться за брак, готов верность проявлять, даже при неверности, допустим, супруги или супруга, да, готов до последнего идти и держаться за этот брак, бороться. Потому что у любого священнослужителя есть уже, как бы, внутри понимание, что этот брак, у него есть шанс спастись, восстановиться и все будет нормально. Но если оба они проявляют безинтерес, и ни один из них не готов даже пальца пальца еще сделать для брака, то шансы, ну, просто-напросто, почти никаких шансов нет вообще на восстановление. Это жизнь показывает реально, на самом деле, правда. И также в Завете. Сколько раз Израиль нарушал Завет? Без счетов. Сколько раз евреи нарушали Божье, вот это, завещание, Божий Завет, Божье Слово? Много раз. А сколько раз не евреи нарушали Божье Слово? Много раз. Но Бог остается верным Своему Завету. Он есть и Альфа, и Омега. И когда Он нас избирает, призывает, Он не ошибается никогда. Я в этом больше, чем уверен. Потому что Он вечный Бог. Даже время, в которое Он нас поместил, в отличие от ангельского мира, мы живем во временном измерении. И это потрясающее садостное и благословение, здравоохранительные проклятия для человека. Для кого-то это ужас, для кого-то это кошмар, на самом деле, для кого-то это великое благословение. Как мы это используем, в зависимости от того. И Бог, Он в этом времени, Он проявляет Свою верность, Свой Завет с нами. И Его Новый Завет в крови сглечет Иисуса Христа. И эта кровь Иисуса Христа, она и сегодня, она омывает всех приходящих к Богу. Сегодня кровь Иисуса Христа совершает чудо. За всех нас, пред Отцом Небесным, есть ходатай. Иисус Христос праведник. Есть посредник. Есть первосвященник. Он вошел однажды и навсегда со Своей драгоценной кровью, пред Отца Небесного. И поэтому каждый, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. И сегодня на этой земле у каждого человека есть шанс спастись. Абсолютно у каждого. Я обращаюсь к тем, кто пришел в первый раз, может, или же к нашим зрителям, что кто еще, выслушав, может быть, много информации о этой, вы скажете, Боже мой, кому же мне теперь верить? Верьте Богу как раз. И доверяйте Иисусу Христу. Потому что Он умер за нас, за всех, за каждого из нас. И знаете ли, каждый, кто призовет имя Господня, спасется. Главное, поверь, узнай, пойми, что ты грешник. Осознай, не начинай себя оправдывать. Просто правде в глаза посмотри, что ты грешник, испорченный. До того, что, знаете, как в Библии говорится, проказа, да? Если есть немного хотя бы чистой кожи, то есть есть еще оправдание. Человек говорит, это больной, это прокаженный. Но если он полностью, полностью, все, в проказе. Не осталось ни одного пятачка чистой кожи. И он признается, говорит, да, я весь полностью прокаженный. Священник говорит, он чистый. Представляете? То есть вот только тогда, когда полностью признаешь себя полностью грешником, не оправдывая себя ни в одном пятачке, ни в одном деле, и скажет, да, я полностью пропадший и грешник. Мне полностью вообще... И, знаете ли, когда пред Богом человек оказывается впервые в такой ситуации, он понимает, что хуже у него никого не было вообще на земле вообще. Он самый пропадший и грешник. И в этот момент Бог с неба говорит, он чистый. Потому что Иисус Христос за него пролез свою кровь. Человек говорит, Бог, Иисус Христос, только ты мой спаситель. Только твоя кровь меня омывает от всякого греха. Только ты мой путь истинной жизни. И в этот момент чудо совершается. Потрясающее чудо. Обычный человек был, обычный человек стал новое творение. Сын или дочерь Бога. И это ни с чем нельзя сравнить. Это нельзя сравнить ни с какой-то религией. Нельзя сравнить это ни с какой-то конфессией, церковью. И это самое дорогое, самое ценное. Можно все остальное забыть просто-напросто, но это обязательно нужно знать. И сегодня хочется, чтобы, на самом деле, чтобы Господь Иисус Христос, Он прославился в наших судьбах. Хочется, чтобы о Нем говорили священники. Чтобы говорили не о Его Матери. Даже если люди будут хоть обмолись Богородице или другим святым. Знаете ли, однажды такие стихи Бог дал написать. Это на праздник покрова. Я его всю жизнь почитал, как праздник покрова Божьей Матери. Только потом уже, на основании Слова Божьего, осознал, что это неправильно. Что у нас один лишь покров. Это сам Бог всемогущий. Что лишь сам Бог, Он является покровителем. И лишь живущий под кровь Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господь, прибежище Моя, защита Моя, Бог, на Котором Я уповаю. И вот только это делает нас несвидимыми счастливыми людьми. Больше ничто. И такие стихи. Праздник Божьего покрова станет брать и печать. Покровить или иного, кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем. Своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог Небесный, Он из праха создал нас. Любящий Отец чудесный, благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастырю, что всех спасет. Матерь Господа Иисуса не защитит в себе. Нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покров все простирает, лишь на тех, кто в мире снят. Отступников карает, грешников, которых уж ад. Обратись, душа родная, в дом Отца скорее вернись. Бог готов грехи прощает, отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станет брать и плечать. Покровить и виноват, кроме Бога. Лучше Бога не сыскать. Аминь. И пусть Бог, Он пошлет свой шалом, свой мир. Сегодня это завершение. Я хочу успеть еще благословение на вашу жизнь. Я понимаю, что не все смогут прийти в понедельник вечером. И не все смогут прийти сегодня. Но хочется успеть благословение. Мы не увидимся уже, значит, некоторые дни. Я буду в красной яруге. Значит, и взял такой еврейский талит. Я еще не как мессианский родин еще, который служил. И этот талит, он необычный еврейский талит. То есть покрывал такой молитвины как бы. Здесь есть тексты и из Ветхого, и из Нового Завета, которые говорят об исполнении пророчеств, которые уже исполнились в Иисусе Христе. То есть не то, что мы ждем грядущего Христа. Он уже пришел уже. Уже исполнились пророчества, которые говорили о Его пришествии. Слава Иисусу. И я хочу успеть благословение на вашу жизнь, на церковь. И хочу успеть благословение на вашу судьбу. И успеть благословение, которое есть в Библии, которое есть в 4 книге Моисеевой, в числах, 6 глава. Три стиха. Многие раввины, многие цатики древние еврейские говорили, эти три стиха изменили мир. Это правда так. Потому что когда Бог обращает свое лицо на нашу землю, на людей, это не оставляет нас такими, какими вы были раньше. И если его лицо светлое, он не во гневе обращается к нам, а если он улыбается, как написано в одном из переводов нам, то Бог благословляет нашу землю. И мы меняемся, и земля наша меняется. Когда он приходит, порой поражает землю проклятием. Если люди не готовы принять его посещение, не готовы вместить его, но я надеюсь, что большинство присутствующих, они готовы пережить его сейчас благословение. Я не хочу, чтобы кто-то сейчас получил проклятие на проклятие. Хочу, чтобы каждый присутствующий получил благословение на благословение. Потому что когда Бог приходит, то очень многое изменяется в нашей судьбе. Или в лучшую, или в худшую сторону. Если мы любим Господа, то все в лучшую сторону обращается. Если мы не любим Его, то все еще в худшую сторону обращается. И кто не любит Господа Иисуса Христа в этом зале, или из наших зрителей, тот находится еще под проклятием. Поэтому пришествие Господа для этих людей будет очень страшным зрелищем. И мы знаем, что земля сделана не сгорит однажды, будет погибеть на счастливых человеках. Мы знаем, что будет новая земля и новые небеса. Что Бог на эту землю, Он не даст неправду. Только лишь те, кто на этой земле пережили возрождение, духовное спасение, они будут на этой земле, новой земле, на новых небесах. И пусть Бог благословит сейчас. Хочется, чтобы все, кто были на этом семинаре вчера, сегодня, все спаслись. Чтобы были спасенными. И чтобы наши зрители тоже, те, кто... Даже если скептически смотрят материалы, чтобы, по крайней мере, вот это последнее часть, чтобы осознали, поняли, нужно признать себя грешником. А Иисуса Христа, праведник, который умер за нас. Не просто даже за всех, а лично за меня умер. Пролил свою кровь. Вот осознать это, понять, и принять это. Принять всем сердцем. Согласиться с этим Божьим планом спасения. Это самое важное, самое главное. Вот. И ни в ком другом не спасение. Ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Только Иисус Христос. Ему слава. Я хочу спеть это благословение на еврейском языке и на русском языке. Почему еще на еврейском? Знаете ли, перефразировав Маяковскому, можно сказать так, что еврейский я выучил только за то, что им говорил наш Мессия. Дело в том, что в этом языке многие слова, которые сейчас я спою, они имеют до 70 значений на современном русском языке. Притом 20-30 одновременно. То есть вместо одного предложения нужно порой десятки предложений, чтобы перевести весь смысл того, что Бог хочет вложить в это благословение. И в это благословение очень много сказано, поверьте. Немного слов, но очень много смысла в этом благословении. И я буду благословлять вас. Аминь. Давайте встанем, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тех, кто еще не знает Тебя, Боже, посвяти их жизнь, Господь, дай им, Боже, это чудо спасения. Боже, во имя Иисуса Христа, в духовном возрождении, Господь. Боже, пусть совершится чудо, Господь, спасение в судьбах миллионов наших с отечественникам, Господь. Пусть от мертвых культов обратятся души, Господь. Боже, от этих ложных, суетных, пусть обратятся к Тебе, Богу живому и святому, во имя Иисуса Христа. Пусть проставится Твоимя, Святой Господь. И здесь, в Курске, Господь, Боже, Боже, в Курской области, Господь, Боже, в Белгородской, Господь, в других соседних областях, Господь, по всей России, Боже, и по всему нашему миру, Господь Боже, и страдавшиеся на нашей планете. Во имя Иисуса Христа, пусть придет осознание Господь Божий, прошу Тебя, Господь Божий, особенно священнослужителям Божьим и православным взятиям и других конфессий, Господь, что ни в ком у нас нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Только Ты, Господь, только Ты наш Бог, только наш Мессия Иисус. Благодарность Тебе и хвала, Господь, Духом Святым Своим, Господь Божий, сегодня Ты благоставлял, Господь, Боже. И мы прикасались к истории Церкви Твоей, Господь. Боже, прости, если где, Боже, было неправильно, что сказано, Господи, рассудил кого? Господь Божий, пусть, Боже, Тебе нашему суди, праведному Господу, и вся слава сегодня, Господь. Пусть каждый из нас научится сегодня, Господь Божий, не грешит при Тобой, Господь Божий, совершит в своей жизни распасение, Господь Божий, дайди до конца, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, не растерять, Господь, не продать за чечевичный похлеб у временных благ и удовольствия, Господь Божий, бесценный Твой дар, Господь Божий. Во имя Иисуса Христа, пусть, Господь, благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь к Богу Отца, и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. До встречи в понедельник вечером встречаемся здесь. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу.